Краевым гостям показывают современную аудиторию Дальневосточного технического колледжа, которую обустроили в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Такой класс единственный в регионе. Только оборудование здесь на 34 миллиона. И совсем скоро появятся еще 12 новых мастерских. Но уже благодаря победе в другом всероссийском конкурсе – профессионалитет. Мы составили программу. Вероятно, она была интересна, потому что она была обоснована еще участием в этом проекте стейкхолдеров, очень мощных работодателей. Базировалась она уже на имеющейся, созданной нами, хорошей материально-технической базе. Это не первый проект, который мы берем, а точнее, четвертый федеральный проект. Возможность обновить и оснастить учебные классы по последнему слову техники получил и железнодорожный колледж, который заручился поддержкой локомотива ремонтного завода. На производстве не хватает грамотных специалистов, потому решено готовить их еще со студенчества. Мы на сегодняшний день можем каждому студенту без исключения предоставить рабочее место с оплачиваемой практикой. То есть, а иногородним, в принципе, есть возможность дать ей общежитие. А в соседнем с ДВТК Агропромышленном колледже грант на развитие уже получили и делают ремонт. В планах открыть 11 учебных лабораторий. Помогают в модернизации крупные компании РусАгро и ПримАгро, которые также заинтересованы в будущих кадрах. Все оборудование, которое мы закупаем по гранту, работодатель полностью согласовывал. Без него мы ничего приобретать не можем. Помимо обустройства новых аудиторий, проект «Профессионалитет» предполагает повышение квалификации педагогов и мастеров производственного обучения. Преподаватели пройдут курсы федерального уровня. На все это направлены большие суммы. Из федерального бюджета в каждый из уже мной обозначенных колледжей выделено по 100 миллионов рублей. Плюс региональный бюджет выделяет по 20 миллионов дополнительное софинансирование. И сами работодатели, которые включены в этот проект, выделяют разные суммы от 10 до 60 миллионов в ближайший год. Чтобы закрепить обязательства, все участники проекта подписали соглашение. С этого года обучение по-новому будет строиться в нашем агропромышленном колледже и в судостроительном в Большом Камне. В 2023-м к ним подключаться Дальневосточный технический и железнодорожный колледжи в Уссурийске и МГУ имени Невельского во Владивостоке.